Дедушка с двумя внуками погибли при пожаре. В Кизлярском районе загорелся частный дом. Глава Дагестана встретился с новым начальником УФСИМ по Республике Дагестан Андреем Поляковым. Подробности встречи сегодня в выпуске. Определись, где молоко, а где химия, теперь станет легче. В супермаркетах республики будут ставить предупреждающие надписи на продукты. Сегодня ночью в селении Крайновка Кизлярского района произошла трагедия. В частном доме при пожаре погибли дедушка и двое его внуков с 7 и 9 лет. По данным МЧС по Дагестану, они отравились продуктами горения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия от главного управления МЧС привлекли 5 человек и 2 единицы техники. Следственный комитет Республики Дагестан также проводит проверку по данному факту. Владимир Васильев встретился с новым руководителем УФСИН по Республике Дагестан Андреем Поляковым. Напомним, на эту должность полковник внутренних служб назначен по приказу президента России Владимира Путина. Глава Республики пожелал ему успехов на новом посту и выразил готовность наладить взаимодействие по всем рабочим вопросам. Я искренне вам желаю успеху. И поверьте, мы будем реально помогать. И вы очень хорошо, Андрей Викторович, спасибо, обозначили такие главные направления работы. Они полностью совпадают с нашим пониманием. Первое. Люди. И там люди, и здесь люди. Андрей Викторович, вы знаете Кавказ, по-вашему. Но здесь есть особенность. Надо очень чутко внимательно относиться к людям. Вот если можно. И мне очень понравилось то, что вы вспомнили и общественные организации, и права граждан. Это очень правильно. Это очень важно. С одной стороны, мы будем беспощадно бороться и с кармой, и с долгопотреблением. Но права граждан должны быть защищены. Перед новым руководителем поставлены задачи по поддержанию правопорядка и соблюдению закона в республике, а также по налаживанию тесного и эффективного взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Сразу после встречи с главой, нового руководителя ведомства представили коллективу. На данном посту я обязуюсь и далее приумножать славную историю управления, проводить государственную политику по укреплению законности и правопорядка в исправительных учреждениях, соблюдать права и гарантии сотрудников и осужденных. Надеюсь на дальнейшее эффективное взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, представителями религиозных конфессий, конфессий, общественностью, ветеранскими организациями. Выражаю уверенность, что совместно с вами, с коллективом управления, мы добьемся значительных успехов по вышеуказанным направлениям деятельности и поднимем авторитет управления на более высокий уровень. Сотрудники ГИБДД продолжают вести борьбу с нарушителями правил дорожного движения. На этот раз они провели профилактический рейд на центральных улицах Махачкалы, в частности на улице Магомеда Яракского. В темное время суток они выявили злостных нарушителей ПДД. Мероприятия прошли с привлечением бойцов столичного ОМОНы. Силы правопорядка досматривали автомобили на наличие незаконной перевозки наркотических средств и оружия. Результатом проведенных мероприятий стало больше 50 административных протоколов. Дагестанские пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытой рыбы осетровых видов. Контрабанда весом более одной тонны была найдена в ходе осмотра автомобиля «Газель». Тайник был оборудован в кузове машины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренном частью 1 ст. 258.1 ГК РФ. Незаконное добыча, содержание, перевозка, хранение, пересылка или продажа особо ценных видов диких животных и водных биологических ресурсов, надлежащим к видам, отнесенным к Красной книге РФ и охраняемым международными договорами. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный водным биоресурсам России, составил более 52 млн. рублей. В Дагестане тарифы на ЖКХ выросли в среднем на 3,8%. Повышение коснулось электро- и газоснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Так, тариф на электроэнергию вырос на 6 копеек и составил 2,54 рубля. За воду потребители станут платить на 24 копейки больше. Тариф составил 8,45 рубля. Увеличение тарифов на тепловую энергию составит в среднем 3,2%. Понять, где натуральный продукт, а где заменитель потребителям станет теперь легче. С 1 июля вступили в силу требования о раздельных полках. Согласно новым правилам, в магазинах должно быть предусмотрено разделение молокосодержащих продуктов с молочными. Для разъяснения всех правил и рекомендаций сотрудники Роспотребнадзора Дагестана провели день открытых дверей для предпринимателей. В одном из крупных гипермаркетов в столице бизнесменам рассказали, что необходимая покупателю информация обязательно должна выделяться визуально. Например, это можно сделать с помощью предупреждающих надписей. Мы сейчас собрались для того, чтобы разъяснить предпринимателям, что вот это новшество сейчас вводится, и как раз таки разъяснить людям, чтобы они свои полки привели в порядок. И в последующем будут, конечно же, проводиться и проверки тоже по этой части. Уникальную операцию провели врачи Республиканского перинатального центра. Хирурги смогли сохранить беременность женщине, находившейся на 17-й неделе срока, удалив доброкачественное новообразование лапароскопическим методом, то есть через небольшой прокол. Киста больших размеров впоследствии могла стать угрозой для жизни и здоровья матери и ребенка. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и находится под присмотром медиков. В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за живодерство с 16 до 14 лет. Авторы подчеркивают, что изменения позволят исключить ситуации, где поведение несовершеннолетних не находит юридической оценки до момента тяжкого преступления против личности. Правительство России законопроект пока не поддержало. Глава Дагестана встретился с одаренными школьниками и студентами, в их числе призеры Всероссийской Олимпиады «Я профессионал», финалисты конкурса «Живая классика», а также победители научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее». Владимир Васильев обратился с приветственным словом к учащимся, показавшим высокие результаты на всероссийском уровне. Владимир Васильев, директор «Живая классика» «Вы уже будете учившись, научившись, достигнув таких достижений, вы будете передавать». Также министр образования и науки Республики Дагестану Мупазиль Амарова в своем выступлении отметила, что число дагестанских школьников-победителей Олимпиад всероссийского уровня растет с каждым годом. За последние два года их число увеличилось до шести. В частности, на Олимпиаде школьников Дагестан представляли 28 участников, половина из которых получила проходные баллы. В Муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди встретился с призерами Всемирных игр победителей. Напомним, в международном конкурсе участвовали дети, справившиеся с тяжелым недугом, онкологическими заболеваниями. Все они являются подопечными фонда «Инсан». На встречу побывал и наш корреспондент Абдулла Алиев. Ему слово. На днях в аэропорту Махачкалы встречали участников Всемирных детских игр победителей. Соревнования, главные участники которых являются дети, победившие онкологические заболевания. Шестеро маленьких дагестанцев сумели показать хороший результат и завоевали все призовые места. С юными спортсменами встретился Муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. Он выразил радость по случаю успехов ребят, а также пожелал им здоровья и удачи. Для нас большая радость, что Всевышний им дал возможность быть где-то полезным. И то, что благодаря фонду, и то, что Всевышний им дал возможность, и то, что Всевышний им дал, вас свел с ними. Не всех же Аллах к ним судит. Значит, у вас свел тоже хорошо. То, что мы здесь сегодня сидим, тоже прекрасно. Друг друга с улыбкой смотрим, тоже хорошо. Сейчас в последнее время, особенно в последние годы, когда с кем-то разговариваем, все люди говорят, люди как-то становятся, ну, становились уже агрессивнее. В наших лицах, видите, у всех улыбки, хотя у кого там где-то какие-то проблемы есть. Вот, чему радуется душа. Вам успехов, здоровья, чтобы дети вас всегда радовали и на этом свете, и на том свете. Встреча проходила в неформальной обстановке. Дети и их родители выразили благодарность муфтию республики и благотворительному фонду «Инсан» за колоссальную помощь и поддержку. Также детишки делились шейхом эмоциями и впечатлениями от участия во всемирных детских играх победителей. Что больше всего запомнилось? Как мне вручили медаль. Все почему-то запоминаются, как мне вручили медаль. А почему именно этот момент? Это было неожиданно. Я сначала думала, что стрельбу я не получу, но бег получу. Мы сходили с мамой все время на Теренкур в Москве. Там был лес, мы ходили. И из-за этого я занималась и выиграла. Скажи, пожалуйста, что больше всего запомнило себя из этих игр? Вожатые и те люди, с которыми я тренировалась по шахматам. Ты говоришь, первый раз ты села за шахматы, но тебя никто до этого не учил? Планшет. 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 И ты так быстро научилась? Скажи секрет, как быстро научиться игрой в шахматы? Запомнить ходы. Ребята также поделились своими планами на будущее. Кто-то из них намерен и в дальнейшем заниматься спортом. А кто-то готов начать вести блог для детей, болеющих онкологическими заболеваниями. В будущем мне хочется стать волонтером, вожатым. Тоже радовать таких же детишек, через чего мы прошли, все рассказывать им, как было. И чтобы они не унывали и не расстраивались. По завершению встречи детям были вручены ценные подарки, а их материи порадовали красивыми букетами цветов. Стоит отметить, что все участники являются подопечными фонда «Инсан», которые в следующем году намерены организовать поездку на всемирные детские игры победителей. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Боксеры из девяти регионов России и четырех зарубежных стран выступят на открытом турнире на призы почетного мастера спорта СССР Хаджимурада Гамзаева. Этот 18-й по счету мемориал состоится в Избербаши с 16 по 20 июля. Поединки, как и в предыдущие годы, будут проводиться на городской учебно-спортивной базе имени Али Алиева. Помимо спортсменов из разных регионов страны на соревнования съедутся боксеры из Китая, Греции, Киргизии и Украины. Участники будут состязаться в шести мужских весовых категориях и пяти женских. Самбист Магомед Магомедов вошел в состав сборной России для участия в первом командном Кубке мира. Турнир пройдет в эти выходные в Монголии. Света российского флага в Улан-Баторе будут защищать девять сильнейших представителей этого вида спорта. Призовой фонд в размере 80 тысяч долларов команда оспорит в формате стенка на стенку. В каждой из дисциплин самбо от одной страны заявлено по три участника. Действующий чемпион мира Магомед Магомедов представит сборную страны в боевом разделе в весе до 90 килограммов. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях, а также на сайте YouTube. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.